Последствия ЧП в Туркестанской области. Как регион оправился после весеннего наводнения в Макта-Аральском районе и прошлогодних взрывов в Арысе? Президент Казахстана прилетел в область с рабочим визитом. Казамжума Артукаев посетил восстановленные районы и встретился с местными жителями. Глава государства также оценил строительство нового туристического центра в Туркестане. О преобразованиях в области расскажет Иван Тулинов. Весной здесь планировали высеять хлопковое поле, но планы изменило наводнение. Под застройку нового микрорайона для пострадавших от потопа семей было необходимо выделить территорию. Выбрали участок в поселке Мырзакент. Сюда вода не дошла, но сам населенный пункт расположен вблизи пострадавших районов. После прорыва дамбы Сардабинского водохранилища в Узбекистане затопило пять поселков на юге Казахстана. Под воду ушли восемь сотен домов. Те, чьё жилё восстановление не подлежит, получат новые дома. С ними и встретился Касамжумар Тукаев. Когда мы столкнулись с нашей бедой, в стране вспыхнула эпидемия. Но несмотря на это, а также то, что здесь стояла сильная жара, строители постарались сделать так, чтобы мы поскорее въехали в наши новые дома. И они получились ещё лучше, чем мы представляли. Также хотим поблагодарить врачей, которые всё это время оказывали нам помощь. Как известно, беда приходит без предупреждения. Несмотря на это, государство приняло оперативные меры по восстановлению пострадавшего района. Местным жителям также помогали добровольцы со всех регионов нашей страны. Приезжали специалисты, работали здесь. Мы осмотрели дома, качество строительства очень хорошее. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить всех спасателей, врачей и волонтёров. На этом месте был пустырь. Строителям понадобилось всего три месяца, чтобы обустроить целый микрорайон. По их словам, скорость на качестве сказаться не должна. Мы начали с нуля, это 8 мая. Ну быстро построили. Да. Как бы такой внушительный. Ну как бы, наверное, рекорд гиннеса не претендует, но думаю, если результат за короткий срок построить микрорайон целый. Нет, не развалится. Здесь у нас постоянно находились проравы, мастера. Две-три семена работали. Ну, рабочие основные у нас местные, свой фирменный ребята. Ну, они свое качество отвечают. Для пострадавших от наводнения построено 400 жилых домов. Половину сдадут к началу осени, вторую часть, к октябрю. Здесь же появится новая школа и детский сад. Застройка велась за счет бюджетных и спонсорских денег 50 на 50. Жители получат дома в чистовой отделке. На кухне установлена газовая плита, газовая установка, раковина. В санузле установлена сантехника. По словам строителей, при возведении домов использовались материалы казахстанского производства. Рабочие также преимущественно из числа местных жителей. На время эта территория превратилась в большую строительную площадку для 2000 человек. Стройка также продолжается в селах Оргебаса и Фердоуси. Жителям, чьи дома были разрушены водой, выделено по 17 миллионов тенгена восстановления. Глава государства подчеркнул, важно не допустить повторения подобного происшествия. По словам министра экологии Макзума Мрезагалиева, этот вопрос будет под контролем совместно с Узбекистаном. У нас есть одна просьба. С первого дня, как случилось затопление, здесь на месте работал первый заместитель Акима Туркестанской области, Косман Атьмухаметов. Было видно, что он был с ослабленным здоровьем и в итоге он скончался. Мы хотели бы дать его имя одной из улиц. Да, я его знал, он настоящий гражданин, государственник, поэтому я поддерживаю это предложение. Во время Мактаральского наводнения спасателям помогали и местные жители. Канату Мрезагметову вместе с соратниками удалось вытащить из воды 30 человек. С Узбекистана нам позвонили, что вода ушла. Отцу позвонили, что очень большой объем воды идет к вам. Мы с Атакентом вообще нам сказали, чтобы мы убегали. Чтобы мы убегали, отец говорит, вот так и так, к нам идет очень большая вода. Если, говорит, вы сейчас, когда люди будут нуждаться вам, если вы не окажетесь рядом, говорит, сними, говорит, брюки, оденьте юбки. Год назад также требовалась помощь волонтеров, но уже в другом районе Туркестанской области. В Арысе после взрывов на складе с боеприпасами справиться с последствиями ЧП помогали добровольцы из ближайших районов страны. Для восстановления город был поделен на 17 секторов. К работе подключились 190 строительных компаний. Я руководил восстановлением 14 сектора. В нем 540 домов. Из них 532 пострадали. 29 не подлежат восстановлению. 14 сектор восстановили компании Алматы и области. Строительство шло три месяца. Это мой дом. Он был поврежден на 75%. Его отремонтировали. Кровлю полностью заменили. Отремонтированы 7 тысяч домов. Вновь построены 5 сотен. Они восстановлению не подлежали. Во время происшествия серьезно пострадало здание вокзала. Оно внесено в государственный список памятников истории и культуры Туркестанской области. Всего таких вокзалов три по всему Казахстану. Его удалось восстановить, сохранив при этом исторический облик. На встрече с Касымжумартом Токаевым жители вспомнили. В первые дни катастрофы им казалось город восстановить невозможно. Вы, несмотря на вашу занятость, трудную минуту для нас, ну на опасность, которая была в настоящий момент, были рядом с нами. И вот вы, будучи в эвакуации, вы лично мне и нам, которые там были, дали слово и надежду, что город будет восстановлен. И вот результат. Мы видим, город красивый, город восстановлен. Построили новые дома, новые школы, новые улицы. От имени женщин, от имени учителей, от имени матерей хочу вас поблагодарить. Благодарю вас. Буду стараться. Все ради народа. Самое главное, мы должны быть все вместе. Воинская часть 44-859, где и произошел взрыв, также работает в прежнем режиме. По словам министра обороны Нурлана Ермикбаева, запас боеприпасов хранится на безопасных складах и не представляет опасности для населения. 450 тысяч снарядов были обезврежены. Реконструкция идет и в Туркестане, но здесь другая цель не восстановить, а построить новое место для притяжения туристов. Надо сказать, город все больше становится похож на областной центр. Этим статусом его наделили в 2018 году. Рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясуи обустроили пешеходную аллею. Само культовое место откроется для туристов после ремонта. Все дороги идут из визит-центра. Предполагается, что знакомство с Туркестанской областью будет начинаться отсюда. Самое главное, визит-центр будет сердцем нового Туркестана, потому что в данный момент строится очень много объектов. И именно в визит-центре мы будем предоставить всю информацию про новые объекты, про старые объекты для гостей, для местных жителей. Также будет продажа билетов, информация, бронь. Все будет проходить здесь. Местные сотрудники помогут туристам выбрать места для посещения и проложить удобные маршруты. Здесь также есть на что посмотреть. А в зале казахского ханства увидеть экспонаты 18 века. В визит-центре основной акцент сделан на восточном стиле, но выглядит все довольно современно. А в зале казахского ханства используются современные технологии. Вот, к примеру, с помощью интерактивной доски можно ознакомиться с объектами комплекса Хазарет Султан. А на голографическом стали увидеть все новые объекты города Туркестан. Из новых объектов в центре Туркестана появится драматический театр, Международный университет туризма и спорта «Центральный парк». Перед руководством города и в целом области стоит задача привлечь еще больше интереса к сакральным местам Туркестана. В прошлом году город посетили чуть больше миллиона туристов. Количество визитов планируют довести до 5 миллионов. Иван Тулинов, Едлиер Микбаев, Ержан Конопияулы, Бахатбек Нуртаев. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан из Туркестанской области. Продолжение следует...